МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске обновлённый Восточный. Он, естественно, находится у нас в приоритете по ремонту. Из новых дворов дети отказываются уходить. Дорога в Кремль. Призыва нет, уже идет отбор через ФСБ и так далее. Кто из призывников может претендовать на службу в президентском полку? Вся жизнь театр. Пока это дело существует, я, наверное, меня отсюда даже ничем не выкуришь. Они вышли на сцену и сразу стали народными. Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Темпы уборки урожая на полях по-прежнему сдерживают погодные условия. На некоторых территориях области зерно слишком влажное. Как отметили на заседании президиума правительства, в уборочную страду вступили практически все хозяйства. Если сравнивать с показателями уборочной кампании всей страны, то Тюменская область идет впереди графика. Картофель на территории России убран на площади 4,5%. Урожайность составляет 136 центнеров с гектара. У нас 237. Что касается овощей, там в Российской Федерации из планируемых площадей убрано 10, чуть более 10%. Урожайность составляет 144 центнеров с гектара. У нас вдвое больше. Уборочная кампания в Тюменской области продолжается, но не так быстро, как хотелось бы. В регионе убрано всего 28 площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Для сравнения, в прошлом году на эту дату приходилось почти 80%. Средняя урожайность пока остается прежней – 21 центнер с гектара. В Тюменском районе уборочная уже перевалила за экватор, тогда как Ромашевский и Северные районы только подключились к кампании. А вот картофеля аграрии убрали, как и в прошлом году, почти 20%. Начался обмолот раб, сам продолжается, посев озимых культур – 77%. И это больше, чем в 2012 году. Горячая пора и у коммунальщиков идут последние приготовления к отопительному сезону. С теми подрядчиками, кто нарушил график ремонта, на теплосетях контракты расторгнуты. Но, несмотря на трудности и экстремально короткие сроки, удается смотреть в будущее с теплом. Не замерзнут ли жители, выяснила Ксения Яковлева. Домочадцы Юлии Отяшевой в квартире носят теплую одежду. Минувшая холодная неделя напрямую повлияла на погоду в их доме. Пол в квартире постоянно холодный. А сейчас вот ребенок из-за этого заболел, у нее насморк. И снова обещают похолодание. Видимо, придется спасаться теплой одеждой и обогревателем. Однако ждать осталось недолго. Уже сегодня подготовка к отопительному сезону проведена на 85%. Заканчиваются ремонты, замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Работы коммунальщики ведут и днем, и ночью. Так, например, в Восточном-2 старую теплотрассу меняют на новую. Устанавливают трубы большего диаметра. Иначе жители микрорайона в будущем столкнутся с перебоями горячего водоснабжения и отопления. Даже теоретически, если это представить, то есть у всех существующих потребителей, и у новых подключаемых, просто-напросто снизились бы параметры теплоснабжения. И все бы потребители, они бы испытывали дефицит тепла, и у них бы было пониженное качество теплоснабжения. В квартирах бы, особенно в районе Дома обороны, стало бы холоднее. Готовы почти все котельные города. В той, что отапливает и снабжает горячей водой 150 домов на Ватутиной, в поселке Торманы, завершился плановый ремонт. Полностью заменены насосные оборудования и преобразователи. Чем меньше будет срывов и поломок на них, на этом оборудовании, значит, тем будет качественнее подаваться теплоноситель в дома, больше горячей воды, меньше сроки простоев и всего остального, что тоже очень важно. Предусмотрены коммунальщиками меры и на случай ЧП в новом отопительном сезоне. К аварийным отключениям отопления город тоже готов. Для этого на его территории действует 201 аварийно-восстановительная бригада. А это 455 единиц техники и около тысячи человек личного состава, готовых оперативно устранить любую чрезвычайную ситуацию. Отопление в тюменских домах должно появиться 15 сентября. И пока нет причин в этом сомневаться. Ксения Яковлева, Людмила Чепурных, Андрей Лагунов, СИВИнформбюро. Далее обзор событий. Узнаем, как сельские школьники встретили учебный год и какой подарок Почта России приготовила пожилым людям. 360 учеников сели за парты в новой Вагайской школе. Она построена взамен старой. В распоряжении школьников и учителей просторные светлые классы, спортивные и актовые залы. В день знаний на линейке побывал и глава региона Владимир Якушев. Мы постарались сделать так, чтобы каждая школа, которая вводится сегодня на территории Тюменской области, отвечала самым современным требованиям. И эта школа не исключение. Здесь есть все необходимые технологии, чтобы давать детям самое современное, фундаментальное общее образование. Большинство детей будут приезжать на занятия из шести окрестных сел, поэтому весьма кстати пришелся новенький автобус. Школьники написали книгу о ветеранах Афганской войны. В ней собраны рассказы 30 участников боевых действий жителей нашей области. Солдаты забытой войны – это реальные истории того времени, о котором немногие хотят вспоминать. У некоторых из этих школьников родители, родственники погибли в Афганистане, выполняя свой боевой долг. И вот она называется вот именно так. И там действительно собрана реальная картина того, что там было. По воспоминаниям тех самых участников. Очевидцев. Авторы уверяют, что за страницами остались еще сотни фамилий неизвестных солдат, поэтому планируют выпустить продолжение книги. «Ты не один» – акцию с таким названием проводит Почта России ко дню пожилого человека. В 50 отделениях почтовой связи Юга области уже установлены специальные ящики с логотипом акции. Каждый может отправить открытку, письмо или посылку для пожилого человека. На данном периоде собрано около 300 посланий. И мы надеемся приумножить прошлогодний результат. Это более чем 1100 открыток и писем, собранных по Тименской области. Акция продлится до 1 октября, после чего все почтовые послания и подарки найдут своих адресатов в домах-интернатах по всей области. Продолжит выпуск информации о местах возможных пробок. А их немало. Дорожную ситуацию на среду узнаем из летней рубрики «Теленавигатор». Итак, будьте аккуратны на улице Пермяково. Теперь съезд на 30 лет Победы закрыт. Там образовалась яма. Поэтому поднимайтесь на мост и двигайтесь в объезд. Продолжаются ремонты в районе Маяка. Сразу на трех улицах – на Степной, Ленинградской и Молодогвардейцев облагораживают тротуары. Техника займет одну полосу, а поэтому может образоваться затор. Что касается светофоров, то на улице Марис и Тереза их отключат на перекрестках с Ленина и Республикой. Временно они перестанут работать и на Пермяково возле автовокзала, и на пересечении с Энергетиков. Сверяйтесь с теленавигатором и не теряйте время в пути. А вот некоторые пешеходы ямам на тротуарах только рады. Многие тюменские дворы попали в список ремонта на этот год. Кому повезло больше и когда дойдет очередь до остальных, расскажет Юлия Сауляк. Детей не утащишь просто домой. Они все время рвутся сюда и буквально со слезами уходим отсюда. Еще в начале лета на детской площадке по улице Народной стояла одна старая горка и не было ни одной качели. Теперь место отгородили и отсыпали песком. У малышей появился свой городок, у родителей лавочки. Мы вот в соседнем доме живем, как бы через один дом приходим сюда гулять, потому что нам еще не сделали такой красоты. Но обещают на следующий год, не знаю, правда нет. В программу благоустройства дворов на Восточном пока попали не все. Есть четкие критерии отбора. Асфальтовое покрытие, наличие малых архитектурных форм, дворовая площадка, спортплощадка, освещение домовое. В случае, если по всем этим критериям двор набирает большое количество баллов, он, естественно, находится у нас в приоритете по ремонту. В заветном списке двор на Стахановцев один. Спасибо огромной луже, которая появлялась после дождя. Дренажный колодец, который был построен в 2010 году, он физически не мог забрать в себя всю воду со двора. Здесь, рядом по улице Стахановцев, проходит существующая ливневая канализация. Поэтому воду со двора вполне удобно стянуть именно туда. 54 метра сливных труб и два дождеприемника установят в ближайшее время. Этот этап у строителей последний. Во дворе уже есть детская зона, спортплощадка, парковки. Кладут тротуары. На следующий год еще 12 дворов ждет капитальный ремонт. И представители Советов домов уже могут нести свои пожелания. Давайте вот здесь делаем стоянку, расширим за счет газона, а здесь расширим детскую площадку и спортивную площадку. Если собрать подписи уже и потом уже отдать это все восточную праву депутату для поддержки. Поэтому мы уже учитываем при проектировании вот этого двора, уже будут эти пожелания учтены. Как и благоустройство возле нового храма. По инициативе горожан здесь делают дорогу. К 15 сентября работы завершат. Юлия Сауляк, Сергей Жирнаков, Сибинформбюро. Сегодня в Тюмени действительно есть что показать. Не только современные дворы, но и парки, и скверы, а также отремонтированные и расширенные улицы и развязки. Кстати, во время рабочей поездки в регион депутат Госдумы Анатолий Карпов прогулялся по Тюмени и отметил очередные изменения в облике города. Мы стоим, наверное, в совершенно чудном месте. Вот монастырь, строительная академия, мост, мост влюбленных, да, храмы по ту и по другую сторону. Вот только на этом фоне можно было бы и туризм развивать. Может быть, те, кто живут, не всегда и замечают то, что происходит каждый день. Я просто вижу колоссальную разницу, как выглядит город сейчас и как он выглядел тогда. И современные здания, и меняющийся центр. А вот заметны ли изменения горожанам, мы решили спросить у самих тюменцев. Город же вообще становится год от года красивей. Ну, это никто не сомневается, что летом он зеленый, яркий, весь в цветах. А вообще, мне кажется, люди добрее становятся. Парки, дороги, главное, что хорошие мосты сейчас сделали. Развязка, значит, на московском тракте, в Мельникайте, очень все хорошо. Мне нравится гулять на Цветном бульваре, там много нового. И набережная очень хорошо сделана. Все поменялось, все к лучшему идет, как бы. Что больше детских площадок стало, фонтаны. Красиво стало в городе. Я недавно приехал с Омска и сравнить Омск и Тюмень, между собой, как бы, Тюмень. Намного красивее и приятнее. Маленький, компактный город. В первую очередь, нравится то, что дороги лучше делают. Потому что я, скажем так, автолюбитель. Вот, поэтому дороги мне очень нравятся. Ну, и, в принципе, растет город. Радует то, что перспективный город. Осенью стартует очередной призыв на военную службу. И некоторые ребята готовятся к нему уже летом. Так, дорога в президентский полк сложна и считается самой престижной. Как попасть на пост у Кремля и какие двери открывает такой военный билет, узнала Людмила Чепурных. Дорогу в Кремль Никита Степыкин прокладывает через турник. Несколько месяцев усиленных тренировок приблизит его к мечте о службе в президентском полку. Но одной физической подготовки недостаточно. Официальный призыв начнется в октябре. И до этого времени нужно успеть собрать необходимые бумаги и пройти проверку у силовиков. Нужно пройти в комиссию отбор ФСБ, чтобы проверили родственников, судимые или нет. И проверять самого кандидата, призывники президентского полка МВД, что нет никаких судимостей, приводов в милицию. Кроме идеальной репутации нужно иметь рост не ниже 170 сантиметров, славянскую внешность, и чтобы на лице не было шрамов, а на теле татуировок. Ведь президентский полк считается самым элитным подразделением российской армии. И берут туда только самых лучших. Сейчас в Тюменской области на одно место у Кремля претендует три человека. Для окончательного выбора представителям президентского полка практически со всех районов Юго-Тюменской области было отобрано 48 кандидатов. После прохождения медицинской комиссии, после беседы с представителями президентского полка, они оставили в этом списке 25 человек. Но отправят только 15. Игорь Ивякин прошел точно так же отбор только в 2009 году. Теперь о службе напоминают фотографии и парадная фуражка с беретом василькового цвета. После армии сменил форму на рубашку и устроился на гражданскую работу. Хотя после службы в столице открываются двери спецорганы. После прохождения службы в президентском полку, служба там является спецслужбой. То есть можно устроиться на работу либо в органы Федеральной службы безопасности, либо остаться служить по контракту в органах Федеральной службы охраны Российской Федерации. Те, кто уже прошел предварительный отбор в президентский полк, имеют право выбирать, где служить. Но Никита Степыкин не сомневается. Уже в ноябре он будет заниматься в Танитском саду Московского Кремля. Редмила Чапурных, Сергей Мякишев, Сибанхромбюро. Война войной, а обед по расписанию. Сильнее, чем обеда, солдаты ждут только возвращения домой. А пока служишь, сухой паек и мечты о мамином борще. Армейский набор состоит из консервов, мясных и мясо-растительных. Например, каши перловой со свининой или каши рисовой с говядиной. Вместо хлеба хлебцы. На сладкое, паста шоколадно-ореховая или яблочное повидло. Запить предлагают концентрированным напитком, типа молодец, или чаем с сахаром. Пища простая, но калорийная. Более 4000 килокалорий. Кстати, это один из самых калорийных продуктовых наборов, которые вообще существуют в армии. Но употребляя даже такую высококалорийную пищу правильно, вы никогда не наберете лишний вес. Скорее, наоборот, попрощаетесь с килограммами. В этом на собственном опыте убедилась и клиентка центра доктора Гаврилова, Людмила Корытина. Она сегодня у нас в студии со своей племянницей. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Сергеевна, давайте начнем с самого важного вопроса, наверное. То есть, сколько потеряли в весе и за какой срок? Я потеряла 24 килограмма за 5 месяцев. Тяжело ли далось? Вот как? Ну, первое время, да, тяжеловато было, первый месяц. А потом как-то уже все в свое время, в русло входит, нормально как-то уже все. Сейчас хорошо. Ну, вот как к порциям привыкали? Считали, что, вот как это происходит? Первый месяц, да, очень даже внимательно к этому. Тщательно подходила, все высчитывала, калории, вес, все. То есть, все сразу привыла, весы, все. А второй месяц уже как по привычке, как на автомате уже все пошло нормально. Скажите, Людмила Сергеевна, вот лишний вес для вас это была проблема больше психологическая или физическая все-таки? И психологическая, и физическая. То есть, было и так, и так тяжело. Ну, как вот, что, наверное, повлияло, вот что мешало, что решили обратиться к специалистам уже? Ну, во-первых, полнота, она, естественно, не красит человека. То есть, были такие объемы, что и вещи невозможно было купить, и тяжело, здоровье, конечно, здоровье, одышка, и постоянно это вот недомогание какое-то. И, конечно, все на нервах, потому что как-то вот каждый раз смотришь на себя в зеркало, ничего там красивого не видишь. Да, ничего там красивого нет. А вот какие-то диеты сами пробовали? Да, много перепробовала и таблетки, и так, по брошюркам читала там что-то там, питание все делала для себя, но безрезультатно все было. Инга, скажите, а вот вы тетю поддерживали все время? То есть, может быть, даже не словом, а делом как-то на питание такое же перешли? Поддерживала, верила в нее, я знала, что у нее все получится, настраивала ее, вместе с ней ходила туда, в этот центр. Пытались как-то питание изменить, пытались, ну, таблетки покупали. Но ничего не помогало. Такие напитки, нет, ничего не помогло. Уже после того, как привыкли, не было ли желания раз и бросить все уже по методике доктора Гаврилова? Нет, у меня не было, потому что я как-то с первых дней настроилась, и было огромное желание, и там, в общем-то, действительно помогают. Там психологически помогают, то есть, там, вот эти психологические тренинги, там, ну, как-то, не знаю, но мне помогло хорошо. Я очень довольна. Сейчас специалисты звонят, поддерживают как-то? Да, обязательно, обязательно. На встречи приглашают, и мы встречаемся, и общаемся, то есть, смотрим, у кого какие результаты. Людмила Сергеевна, вот потеряли лишний вес, а что приобрели? Что поменялось в жизни? Ну, во-первых, здоровье, красота, настроение, бодрость. Ну, то есть, каждый день в хорошем настроении. Просто как-то уже глядишь в зеркало на себя, и, ну, более-менее человечек поприличней стал. Давайте вот у Инги спросим, что со стороны можете сказать, вот как тетя поменяла? Ну, она помолодела очень сильно, помолодела. Приятная женщина стала. Двигаться больше стала, может быть, гулять больше стали, да? Конечно, да, она ходит, много ходит, следит за собой. Хорошо, Людмила Сергеевна, может быть, дадите тогда какой-то совет тем, кто еще не решился похудеть, вот как взять себя в руки, прийти и заняться собой, наконец-то? Ну, конечно, кто этого хочет, кто действительно этого хочет, тут даже не задумываясь, можно идти, вот, я считаю, что вот в эту клинику, и думаю, все будет хорошо, и там помогут обязательно, и помогут. Ну, а вот вы как решились, когда вот уже вроде бы и надежды не остается, когда вы перепробовали разные методики, как решились вот пойти и еще раз попробовать? Ведь это сложно, наверное. Во-первых, у меня там знакомые были, то есть я посмотрела на результаты на ихне. И думаю, что, думаю, если у них справилась, значит, я справлюсь. Спасибо вам большое за пример. Я вам желаю новых результатов и удачи. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Присоединиться к клубу стройных можно, позвонив в центр доктора Гаврилова по телефону 612-008. Сейчас как раз идет запись в группу на 9 сентября и действует специальная акция. Театр Буриме готов осуществить мечту тех, кто жаждет играть на сцене. Самые талантливые попадут в труппу. Кастинг актеров уже начался. Он пройдет до середины сентября. Главное требование – нужно по-настоящему любить театр, подчеркивает новый режиссер Буриме Денис Прутов. Если вот прямо вы сейчас смотрите и понимаете, что, возможно, именно вас мы ждем, то находите нас в ВКонтакте, пишите, звоните, приходите на пробы и, возможно, в следующем спектакле будете играть на этой сцене уже вы. На прослушивание ждут юноши и девушек от 17 лет. Для этого нужно подготовить стихотворение, басню или прозу. Театр вполне может обойтись и без названия, если он народный. Здесь что не актер, то инженер или геолог. И традиции здесь хранят с 1920 года. С того времени в коллективе поменялось многое. И лишь одно остается неизменным – любовь к театру. Ее почувствовала и Светлана Матус. Еще бы влюбить в себя молодого писателя и развить ему сердце. По сценарию Некрасовской комедии она Примадонна Парижского театра. А вот в прошлом – геолог. Актриса Светлана Роженас стала уже на пенсии. Сегодня ее театральной карьере 13 лет. Это форма. Всегда поддерживает форму. Эта голова работает. Тексты огромные приходится учить, конечно, долго. Но, тем не менее, они, наверное, дают свой результат, свою пользу. И я думаю, пока это дело существует, я, наверное, меня отсюда даже ничем не выкуришь. Прошлое Нины Васильевны тоже далеко не актерское. Инженер-проектировщик. В театр около 40 лет назад привела подружка. Актриса уверена, роли дарят ей вторую жизнь. И закаляют. Вот буквально недавно с электросетями у меня был конфликт небольшой. И они начали на меня выступать. Я нашла сказать, что извините, а ваша вина здесь тоже есть. И, пожалуйста, разговаривайте со мной другим тоном. И заговорили. Это театр мне дал. Только театр. А еще научил творить не только на сцене, но и для нее. В последнее время все декорации и костюмы для народного театра создаются своими руками. Например, вот эта муфта была придумана для образа снежной королевы. Однако есть и те вещи, которые стали настоящими раритетами. Например, вот эти костюмы. Им более 40 лет. И куда бы театр не переезжал, эти вещи как талисманы. Сегодня в труппе около 15 человек. Любители, взявшие высокую планку. Но пока комедийная роль удается не каждому. Хотя время до премьеры еще есть. Здесь нужна какая-то и непосредственность, и легкость, и, значит, быстрая реакция. Потому что какие-то события мелкие происходят, и на них надо все время реагировать, актеру. Все время. Вот что-то такое, понимаете. Режиссер убежден, актерское начало есть в каждом. Главное – захотеть играть. Светлана Матус, Артем Суханов, Сибинформбюро. На сегодня у меня все. Будьте в курсе событий, а мы расскажем о них точнее. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова